Туризм в Кыргызстане может предложить занятие по душе каждому, от искателя острых ощущений до эскаписта и культурного энтузиаста. Ведь не зря туристический слоган страны звучит как «Кыргызстан бесконечно уникален». Однако летний туризм в стране развит больше, хотя потенциал зимнего очень велик. Но даже летний туризм мы используем от силы на 30%, уверен эксперт по экономическим и финансовым вопросам Аскад Сейпеков. Нам, Кыргызстану, надо ориентироваться так, что отрасль туризма должна стать главной в нашей экономике. Много примеров по странам, европейским странам, где туризм. Они тоже были страной, аграрной страной, но буквально в 40-х, 50-х годах они поменяли свою тактику, видение, и они прям туризмом начали заниматься. И у них сейчас столько туристов. Ни для кого не секрет, что сектор туризма должен занимать одной из лидирующих позиций в экономике. В прошлом году солнечный Кыргызстан посетили 8,5 миллионов человек из страны СНГ и дальнего зарубежья. По сравнению с 2018 годом объем налоговых поступлений от этого сектора увеличился на 39 миллионов, составив в общем счете 690 миллионов сомов. На заседании правительства, прошедшего в этот вторник, глава Кабмина отметил, что туризм – это не только озеро Иссык-Куль и природный парк Аларча, но и весь Кыргызстан в целом. Структурой ВВП туризм занимает около 5%. Наша цель – довести до 7% до 2023 года. Пока методика расчета, как она должна быть, что собой представляет отрасль туризма, что вносит наш бюджет, нашу общую политику развития регионов. Такого хорошего понятия для нас нет. Тем более правительство не представляет развитие регионов в отрыве от сферы туризма, потому что мы понимаем, что наравне с аграрным сектором эта отрасль будет обеспечивать очень большую долю занятости населения. Если народ почувствует, что от туризма можно заработать, и неплохие деньги сами найдут, кредитные ресурсы появятся. Самое главное, что у нас появится и слой предпринимателей, который будет работать в этой сфере. Каждому государству хотелось бы создать у себя туристический уголок. При этом надо думать и о региональном сотрудничестве, сказал премьер-министр, добавив, что для этого можно было бы открыть маршруты по следам шелкового пути совместно с соседями. Этот вопрос прорабатывается, но есть препоны, заявили участники заседания. Закрытие границы, не закрытие, а такую проволочку создает, что один автобус, проезжающий на территорию Кыргызстана, занимает час-полтора времени. Это с детьми, молодые мамы, родители, и это доставляет определенную трудность. Это намеренно делается. Допустим, с нашей границы они за пять минут выезжают, никаких проблем нет. И здесь я полагаю, что есть искусственное такое препятствие со стороны наших соседей, которые не хотят делиться туристами. Международные доноры считают, что в Кыргызстане очень много неизведанных туристических направлений, которые очень интересны гостям из разных стран. Но больше всего огорчает то, что сфера услуг в данном секторе Кыргызстана слабо развита. В свою очередь, Азиатский банк развития может стать сильным партнером по развитию туризма, сказала Кендис Макдейган. Путешественникам интересны неизведанные места, которых так много в Кыргызстане. Я живу здесь уже на протяжении четырех лет. За это время я посетила Килсу, Арсланбок, Сары-Челек и многие другие места. Но огорчает, что в этих местах я не смогла потратить свои деньги. Не купила сувениры, потому что их там попросту не было. Не обязательно устраивать туры для людей среднего возраста. Можно устроить пещеры, прогулки или же спа в горных ущельях. Все это поможет увеличить поток туристов. Еще один удручающий момент – это плохая инфраструктура в регионах. В любых странах, не только для туризма, а вообще для экономики, чтобы начать завести экономику, сначала обеспечивать инфраструктурой, дорогами. Если дорога есть в этот населенный пункт, значит, этот населенный пункт будет развиваться. Если ее нет, конечно же, никто не будет ездить. С каждым годом в мире все большую популярность набирает экотуризм. А все условия для его активного развития есть и в Кыргызстане, в краю удивительно красивых, живописных и величественных гор. Гости из стран СНГ и дальнего зарубежья в основном интересуются отдаленными регионами страны, хотят побывать наедине с природой. Действительно, сейчас тенденция стала намного лучше. Очень много стали приезжать, заниматься своим здоровьем, кататься на лыжах. И не только с ближнего, но и с дальнего зарубежья. Это положительная тенденция. Кыргызстан был включен в топ-20 мест для посещения в 2020 году, так как каждая область страны – это отдельный туристический рай, который нужно благоустраивать и создавать условия для прибывающих в нашу страну гостей. Учитывая все вышесказанные факторы, 14 и 15 апреля в Баткене пройдет международный туристический форум. Место выбрано не случайно, так как родина абрикосов имеет огромный потенциал по привлечению иностранных туристов. Где мы объявим Баткен областью геопарка. То есть мы эту инициативу совместно с ЮНЕСКО сейчас поднимаем. Первоначально это будет на уровне национального масштаба. Потом будем вносить это в список ЮНЕСКО, чтобы записали. Потому что Баткен имеет огромный потенциал в Ферканской долине по привлечению иностранных туристов. В последние годы туризм в Кыргызстане развивается устойчивыми темпами, набирает обороты и внутренний туризм. А напоследок хочется сказать – добро пожаловать в страну небесных гор с бесчисленным количеством потрясающих своей красотой и кристально чистой водой Голубых озер. Многие из которых до сих пор скрывают в себе немало секретов и тайн. Сейль Харбекова, Джубек Шаршимбиева, Генчубек Махсатулу. Итоги на пирамиде.